Как обстоят дела с объемами кондитерского производства в этом году? В нашей компании все хорошо. В этом году мы запустили уже одну новую линию. Сейчас развиваем продажи новых продуктов. До конца года мы еще запустим две новых линии. Итоги 2019 года тоже хорошие. Объем продаж в 2019 году прирост на 30%. В денежном выражении на 41%. Уже можно говорить про сентябрь, нынешний месяц 2020 года. Я точно знаю, что объем продаж увеличился в два раза относительно прошлого сентября, ну, прошлого 2019 года. Сейчас мы уже строим планы на будущее. Но у вас впереди еще ваш самый такой сладкий сезон, это Новый год, да? Какие ожидания от него? Мы сейчас ожидаем, что относительно опыта прошлых лет, наше ожидание, что объем продаж увеличится в среднем в 2,5-3 раза относительно первой половины 2020 года. В рамках этой выставки вы делились кейсом, как новая продукция находит свое место на полке. Вот с какими проблемами чаще всего сталкивается кондитерская продукция, когда она пытается выйти на рынок? Знаете, я бы в целом выделил несколько проблем. Первое – это снижение рентабельности, падение объема продаж, повышение цен и воронка активности. Как мы с этим справляемся? Мы как раз-таки запускаем новые инновационные продукты. Я сейчас не беру новые в плане тех продуктов, которые уже есть у конкурентов. Мы выпускаем те продукты, которых у конкурентов нет. Это позволяет нам увеличить объемы продаж, установить правильную цену. И так как у нас нет прямого конкурента по новому продукту, у нас нет необходимости запускать большое количество акций с глубокими скидками. Вы сейчас работаете больше через сети или через дистрибьюцию? Какие у вас каналы сбыта основные? Доля продаж сетей от общего объема составляет в компании 40%. По кондитерке он чуть ниже – 32%. Поэтому для нас важны оба направления. Мы учитываем интересы как сетей, так и наших дистрибьюторов. Есть хорошие прецеденты, когда федеральные сети обращаются к нам за эксклюзивными продуктами. Мы, конечно же, учитываем их интерес, запускаем новые продукты, новые вкусы, но под нашими торговыми марками. Я, насколько я знаю, вы и в период пандемии не прекращали разработки. Что нового появилось в этом году от вас на рынке? Я уже сказал, что мы запустили новую линию. У нас есть новые продукты. Я бы выделил самый, наверное, интересный для нас момент. Раньше мы больше всего позиционировали нашу продукцию на весовой полке. В этом году мы первый раз зашли на полку шоколада. Мы запустили два новых продукта. Это шоколадная плитка малина манго шикоте и стик баблгам. Это со вкусом жвачки. В целом шикоте за 8 месяцев 2020 года выросло в объеме продаж в целых три раза. Притом этих два вкуса, малина манго, шоколадная плитка и стик баблгам, заняли 35% от этого объема. То есть видите, насколько новинки помогают нам развиваться. Я так понимаю, что в том числе, наверное, и запросы покупателей влияют на то, что вы выходите из отдела развесной продукции в отдел шоколадок. А вообще в целом, как предпочтение покупателей меняется? Что они хотят? Покупатель устал от проблем. И он больше всего сейчас ищет на полке те продукты, которые могут принести ему радость. И вот как раз таки нашими новинками мы стараемся затронуть сердца и души наших потребителей. Но я так понимаю, что если, например, ориентироваться на другой тренд здорового образа жизни, то вообще тяжело, наверное, в кондитерском производстве какие-то продукты здоровые найти. Но я знаю, что тем не менее вы каким-то образом пытаетесь вот эту вот середину нащупать. Как? Действительно, в кондитерке очень тяжело найти продукты безопасные или, скажем, полезные. Но тем не менее современные технологии позволяют минимизировать количество сахара, масла в кондитерской продукции. Мы в этом году запустили новый продукт «Краш Баш». Это мучные изделия, которые изготовлены экструзионным способом. Этот способ позволяет приготовить продукты без использования жира. То есть используется мучная масса, тесто, так называемое, добавляется в процессе изготовления. Вода приспевается и через высокое давление происходит изготовление данного продукта. Этот продукт легкий и хорошо усваивается организмом человека. Мимо того, что вы планируете запуск нескольких новых линий, каковы еще ближайшие планы на развитие кондитерского производства? Видите, ассортимент сейчас делится на две группы. Новый ассортимент и тот, который начинали выпускать еще 7 лет назад. Для того, чтобы он не терял свои объемы, не терял актуальность, мы стараемся модернизировать наши линии, улучшать наши продукты как по качеству, так и по дизайну. А что касается расширения ассортимента, есть что-то в планах? Сейчас у нас 52 СКЮ. До конца года я уже сказал, что мы запустим еще две линии. Я уверен, что по итогам 2020 года мы будем иметь в нашем портфеле 200 СКЮ. И как раз-таки эти новинки будут основной приоритетной задачей на 2021 год. Субтитры создавал DimaTorzok